Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ольга Георгиевна Лимарова, начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Одинцовского городского округа. И Светлана Викторовна Байдакова, начальник отделения по делам несовершеннолетних, майор полиции, управление МВД России по Одинцовскому городскому округу. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня подводим итоги 2019 года. Какова статистика правонарушений среди подростков и можно ли говорить о положительной динамике? Можно говорить и о положительной динамике. Сейчас я доведу конкретные цифры, которые у нас есть на конец 2019 года. К сожалению, в нашем районе произошел рост подростковой преступности, значительный довольно-таки, на 90% у нас выросла подростковая преступность. Но с положительной стороны хотелось бы отметить, что особо тяжкие преступления подростками у нас не совершались. И поэтому вот в этом самый положительный момент. Все-таки именно рост таких мелких хулиганств. Это не мелкие хулиганства. Да, у нас преобладают кражи, преступления имущественного характера, что значительно, конечно, очень возросло. У нас 60 только преступлений, именно краж совершено. Поэтому со всеми подростками проводим работу. Но не хотелось бы, конечно, этот показатель снизить до минимума. Ольга Георгиевна, что говорят ваши цифры? Наши цифры, в общем-то, наверное, идентичны со Светланой Викторовной, естественно. Потому что если подростки совершают правонарушения и преступления, тем более, естественно, что материалы из органов внутренних дел попадают на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Я хотела бы проинформировать о том, что численность населения детского от 0 до 18 лет, вот сейчас, по данным статистики, составляет 60 305 человек. Но это только, только те, кто зарегистрировал на нашей территории городского округа Одинцовского. Официально зарегистрировано. А ведь у нас еще очень много жителей, которые здесь прибыли в гости, на работу, которые проживали в Москве и купили у нас на территории нашего Одинцовского городского округа себе жилье. Ну, поэтому прописку сохраняют в Москве. Совершенно правильно. Поэтому, как мы говорим со Светланой Викторовной, у нас, наверное, уже под 90 тысяч населения детского только. Они же и лечатся в наших медицинских учреждениях, они обучаются в наших учреждениях образовательных, поэтому вот такое численное население несовершеннолетних. У нас район, да, Светлана Викторовна и Машенька, один из самых больших, один из самых больших городских округов. Ну, наверное, и в связи с этим совершают преступления больше, чем, например, по сравнению, правильно, с другими городскими округами. То есть, рост населения, он как бы закономерно влияет на наш рост преступлений совершенно подростков. Говоря уже о преступлениях, у нас 17 подростков, которые даже не являются жителями Одинцовского района, совершили преступления. Понимаете, а они же все считаются за нашим городским округом. Вот. И я хотела бы сказать о том, что если в 2018 году у нас было 11 преступлений, совершенных несовершеннолетними, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то в 2019 году одно – это плохо, это неправильно, но, тем не менее, положительная динамика в этом есть. И еще, в общем-то, я думаю, что порадует всех такая цифра, как потерпевших в нашем городском округе стало значительно меньше. В 2018 году был потерпевший 81 несовершеннолетний, а в прошлом году, в 2019 году – 60. Эта цифра тоже радует. Снизилось количество самовольных уходов из семей. Это тоже очень хорошо. То есть все-таки и с семьями работа проводилась совместная, и с несовершеннолетними. Объяснялось, чем грозит самовольный уход ребенку, родителям. Объяснялось, в чем опасность вот таких самовольных уходов. Поэтому динамика положительная есть. Вот все-таки можно ли говорить о том, что в этом заслуга в первую очередь, конечно же, вашей совместной большой профилактической работы? Можно говорить о том, что это заслуга, да, Светлана Викторовна, это всех субъектов профилактики и общественности, и территориальных управлений. Социальная защита прилагает большое усилие к этой работе. И органы опеки попечительства. Я уже не говорю о Министерстве внутренних дел, о наших соратниках, наших друзьях, да, именно полиция. Какими мероприятиями вы особенно гордитесь, которые удалось сделать в 2019 году? Ну, у нас совместных рейдов в 2019 году произошло очень много. Это порядка более 100 рейдов совместных. 115 рейдов мы посчитали. 115 рейдов – это и неформал, это и безнадзорные дети. И подросток. И подросток игла, да, Светлана Викторовна. И подросток семья, и подросток занятости во всех этих рейдах принимали участие сотрудники полиции с представителями управления по делам несовершеннолетних, да, все члены комиссии. А вот все-таки после проведения такой масштабной профилактической работы, после проведения бесед и встреч с семьями, с трудными подростками, все-таки количество повторных правонарушений снижается. То есть есть вот в этом ключе тоже положительная динамика, ведь вы очень тесно, очень плотно работаете с семьей. То есть вы не выделяете одного ребенка, да, и только на него направляете все свои силы. Конечно же, нет. То есть это целый комплекс меры и комплекс профилактических мероприятий. С учетом того, что каждый материал рассматривается на комиссии, где выясняются причины и условия совершения подростков правонарушений, самовольных уходов, преступлений. На комиссии все это обсуждается и выясняется. И, соответственно, начинается работа уже непосредственно с всеми субъектами, с данными семьями. И что привело, в принципе, к положительной, опять же, динамике. У нас в 2018 году 23 подростка совершили повторные правонарушения, в этом году их всего 15, вернее, в прошлом, извиняюсь, в 2019 году. А я хочу еще сказать опять, статистика – это очень упрямая вещь, правильно? И мы проводили работу со стоящими на контроле в комиссии по делам несовершеннолетних в 2019 году с 952 школьниками. И эти несовершеннолетние в количестве 413 сняты с контроля с положительной динамикой, с исправлением. Мы проводили в 2018 году совместно со всеми органами системы профилактики работу более чем с 900 семьями. И 400, более 400 семей снято с контроля с положительным исправлением. Это очень важно. Это показатель. Эти цифры радуют, это показатель успешной работы, конечно же, для вас. Мы не можем сказать, что совсем успешная, но положительная динамика присутствует. Очень часто можно слышать такое мнение, что подростку ничего не будет. Причем это именно в подростковой среде такое бытует мнение, такие фразы, что делай. Какое из тебя будет наказание, какой из тебя спрос? Так ли это все-таки чем грозит подростку право нарушения в той или иной области? Светлана Викторовна. Ну, значит, мы знаем уже, что у нас административная ответственность наступает с 16 лет, уголовная с 14 лет. За некоторые особо тяжкие преступления. Но с 14 все равно. В любом случае, при проведении профработы в школах для подростков доводится информация, что с 14 лет наступает уголовная ответственность. Но до этого возраста ответственности подвергаются родители подростка. Естественно, что при совершении правонарушения до достижения возраста подросток рассматривается на комиссии в присутствии мамы и папы. Подросток ставится на учет как в комиссию прилавания совершеннолетних, так и соответственно в органы полиции. И уже объясняем подросткам и их родителям то, что вот этот учет, тем более, когда подросток совершает, он вносится во многие базы. Как вот сейчас в наших органах много базы. И поэтому, когда приходят, спрашивают справку для поступления в какие-то высшие учебные заведения, которые уже оставляют след то, что он когда-то совершал это правонарушение. Будучи он там 12 лет, 13, а в 18 вот такая справочка рождается. Но даже несмотря на то, что из базы, если подросток исправляется, то есть его убирают, но тем не менее все равно след остается. То есть действительно какая-то, ну будем так говорить, небольшая шалость, она может, ну в кавычках небольшая шалость, она может вылиться в то, что человек просто потом в будущем не сможет карьеру сделать такую, которую мечтал. Совершенно правильно. Ни высшие военные учреждения, ни полиция уже, можно сказать, что двери будут закрыты. Светлана Викторовна, в какие чаще всего ситуации, неблагоприятные ситуации попадают подростки? Ситуаций очень много негативных, да, куда может попасть подросток. Но все идет из семьи. В основном вот эта негативная ситуация, наверное, она рождается в семье, где родители злоупотребляют спиртными напитками, наркотическими веществами, где собираются постоянно какие-то компании для распития совместного спиртных напитков. Вот это первая, самая основная вот эта ситуация, откуда мы пытаемся вытащить наших детей. И поэтому можно я присоединю, да, у нас же круглый стол, правильно, поэтому хочу сказать о том, что всегда говорим, и Светлана Викторовна сегодня только вот пришли с совещания заместителей директоров по воспитательной работе, которое проводило управление образования с нашим участием. Мы говорим о раннем выявлении семей в социально опасном положении, то есть там, где вот, о чем говорила Светлана, пьющие родители, о том, где собираются лица социального образа жизни. Поэтому чем раньше выявим такую семью, тем легче и быстрее можно будет с ней поработать и поставить ее на правильный путь. Какие рычаги взаимодействия и влияния вот на подобные семьи у вас есть? Беседуем, беседуем, говорим. Нужно здесь, наверное, отметить, и нельзя не сказать о днях правовой помощи детям. На днях правовой помощи у нас присутствуют и представители правоохранительных органов, и представители нашей городской Одинцовской прокуратуры обязательно, Следственного комитета, Следственного управления. Членами комиссии по делам несовершеннолетних также являются и представители Следственного комитета, и Следственного управления. Коллегия адвокатов всегда идет нам навстречу, и встречаемся мы с ребятами. Нельзя не сказать здесь о единых днях профилактики. Единые дни профилактики – это наше традиционное такое мероприятие, регулярное. В каждой школе в обязательном порядке в течение года мы проводим такие дни профилактики с приглашением представителей правоохранительных органов, представителей территориальных управлений, далее наркологов, психологов. Но главные участники здесь дети, подростки? Дети, подростки. Они готовят мероприятия, мы им рассказываем, что за что бывает, то, о чем вы спрашивали. А вот какие вопросы на таких мероприятиях они чаще всего задают? Вот на ваших встречах, когда вы приезжаете в школы. Ведь наверняка завязывается диалог, и есть те самые любопытные ребята, которых интересует все. Конечно. Нет, ну первый вопрос – а что мне будет, если я сделаю вот так? Да, да. И в основном так вот начинаются беседы с детьми вот с этого вопроса всегда. А что мне будет, если я сделаю вот так? А вот я шел вот тогда-то, меня сотрудники полиции поймали. А я даже ничего не сделал. И вот тогда объясняют. Даже если ты стоял в компании и просто открыл бутылочку, держал, все, значит, ты уже подвергаешься административному наказанию. Ну и в том числе твои родители. Конечно. Если не достиг 16 лет, значит, твои родители, естественно. Ну и можно дополнить, когда дети попадают в трудную ситуацию, еще бывает так, когда родители, они не исполняют рекомендации психолога, не исполняют рекомендации образовательного учреждения, комиссии по делам несовершеннолетних. То есть у нас, наверное, такой менталитет, чтобы соседи не сказали, что ребенка отвели к психиатру, чтобы соседи не сказали, и ни в коем случае никто бы не знал о том, что отвели ребенка к наркологу. То есть люди прячут голову в песок. То есть люди просто не хотят признавать и осознавать тех проблем, которые у них есть. То есть ребенок, если ему показано пройти обследование у психиатра, правильно, пройти обследование на ПМПК, он не берет предмет, он не усваивает программу. Естественно, он не может идти в ногу со своими сверстниками, одноклассниками. Такой ребенок просто не будет посещать школу. Такой ребенок просто будет искать где-то себе подобных на улице. И, естественно, такой ребенок попадает в сложную жизненную ситуацию. Поэтому вот сейчас, пользуясь случаем, мы, да, Светлана Викторовна, обращаемся и к родителям. Если есть какие-то показания, если вам рекомендовано, это же не позор. Никто не хочет пригвоздить к позорному столбу родителей. Нужно помочь малышу, нужно помочь ребенку. Поэтому в составе комиссии по делам несовершеннолетних у нас целых три доктора. Это педиатр-доктор, это доктор-нарколог и это доктор-психиатр. То есть, когда комиссия какую-то рекомендацию дает родителям, нужно прислушиваться обязательно. Но ведь правонарушения совершают подростки не только из неблагополучных семей, но и вполне себе с благополучными родителями. И очень часто это для всех становится шоком. Почему так? Вроде все есть, вроде все любят, все доступно. Почему так получается? Светлана Викторовна, сталкиваетесь с этим? Конечно, сталкиваемся. Потому что, наверное, процентов 60 у нас подростки, в принципе, из благополучных семей. Все-таки наша профактическая работа с неблагополучными дает какие-то положительные факты. И то, что наши дети, которые состоят у нас на учете меньше, совершают правонарушения. Но рост происходит из-за того, что в дело вступают уже благополучные семьи, которые мы не профактировали. Вы знаете, наверное, для того, чтобы как-то обеспечить благополучие своей семьи, родители уделяют больше внимания работе, нежели своим детям. И, соответственно, дети предоставлены сами себе. Такое воспитание дает улица. Это, в принципе, вот, наверное, вторая негативная ситуация, которая... Когда попадают дети в такую ситуацию. И вы правильно сказали, вседоступность и вседозволенность. Вместо того, что вот приходят на комиссию, Светлана Викторовна, член комиссии, не даст мне здесь слукавить, приходят на комиссию, говорят, что вот так. Нет, мой ребенок, все кругом виноваты, только не мой ребенок. И мы эту линию прослеживаем дальше. Мы всегда говорим, ну что же, конечно, может быть, где-то мы виноваты. Но ведь вам жить дальше с вашим ребенком, вам дальше, извините, полной ложкой кушать то, что сделает ваш ребенок. Поэтому мы, наверное, с вами еще встретимся. Нет никогда в жизни. И действительно, мы встречаемся. Встречаемся. Мы встречаемся. И довольно-таки часто. И довольно-таки часто, да. Да. То есть здесь же опять все-таки проблема идет из семьи. Из семьи. И когда достаточно внимания детям. Вот ключевой момент. То есть нашим детям все, что нужно, это внимание, чтобы они чувствовали, что их любят. Конечно. Можно слушать своих детей. Что иметь. Слышать и слушать. Слышать и слушать. И так далее. И не оставляют в одиночестве. Конечно. Что, наверное, самое страшное. Потому что соблазных очень много. Светлана Викторовна, расскажите о вашем коллективе. Все-таки вы, конечно же, работаете не одна. И все не только на ваших плечах. Такое огромное количество детей, подростков. Расскажите о нем. Знаете, о своем коллективе я могу сказать только положительно. Потому что коллектив очень молодой. В основном это, конечно же, девчонки молодые, которые только кто с института пришел. От 22 и выше. Не намного выше. Но сейчас у нас, блин, очень хорошо. Могу отменить, что у нас появились молодые люди. Да, мужчины. Да, у нас начали появляться мужчины, которые очень заинтересованы. Очень ответственные. Сейчас мы в работе. Именно как инспектор по делам несовершеннолетних. Такой ответственный. Прямо хвалю, хвалю. Всегда стимулирую для того, чтобы мальчик дальше продолжил работу в нашей службе. Девчонки все молодые. И поэтому, сами понимаете, кто замуж выходит. В общем, коллектив меняется довольно-таки часто. Но девочки все, кто с педагогическим образованием, для того, чтобы непосредственно с детьми найти общий язык, очень тяжело. И, наверное, педагогика, она дает, да, вот Ольга Ольга? Конечно, психология. Психология, да. Она дает эту вот возможность общаться с детьми. И вот очень многие инспектора, они прям настолько... Как мамы родные. Ну, в принципе, не тоже многие, а все. Они как мамы. Все мои девчонки, они прям готовы вот... Ну, они воспринимают этих вот наших подростков как своих собственных детей. Я знаю, что неоднократно выезжали с вами и в рейды, и наблюдали такую картину, что, конечно же, дети вам действительно как родные. И они вас знают, и они даже зачастую больше с вами делятся, чем с родителями какими-то... Это правильно. Это правильно. То есть и совета спрашивают, и говорят, а вот у меня вот то-то, то-то. И радостью своей, каким-то маленьким, даже небольшим достижением, они в первую очередь стремятся поделиться именно с вами. И это вот частая картина, вот когда мы записывали программу, снимали... Когда дети подбежали к инспектору и наперебой начали рассказывать, кто что, у кого что, и подскажите мне, а им не как. Это, мне кажется, успех. Это большой успех. Это и есть успех, поэтому, наверное, наша работа на этом основана. Вот именно на устраивании отношений с детьми. Ольга Георгиевна, вы тоже не один в поле воин. Да. У нас действительно очень неравнодушные люди, я об этом говорю, очень часто говорю. Все те, кто был равнодушным, всем тем, кому казалась эта работа сложной, ненужной, ну, неприятной, будем так говорить, да, Светлана Викторовна? Она тяжелая, честно. Тяжелая, неприятная, психологически, выгорание очень быстрое у нас. Все они ушли, покинули. И вот у меня сейчас в штате 11 сотрудников. На каждую из них я могу положиться, как на себя. Поэтому коллектив очень люблю, очень хороший. У нас коллектив разновозрастной. Я очень рада, что есть представители, но бывших милиционеров не бывает. Это женщины, которые пришли с земли, они знают прекрасно работу полиции. Если вот Светлана Викторовна говорит о том, что молодые, действительно молодые, очень часто меняются, да, Светлана Викторовна? Потому что эта работа очень тяжелая, то наши сотрудники, сотрудники управления, они готовы помочь, готовы подсказать, готовы вместе выйти в семью, к несовершеннолетним и так далее. У нас молодежь очень ответственная, очень грамотная. И, в общем-то, я очень довольна. Довольна работой коллектива, очень их люблю. Ольга Георгиевна, Вы очень много проводите мероприятий для неблагополучных семей, приглашаете к себе в гости и устраиваете им встречи с интересными людьми. Какие еще новые форумы планируете запустить в этом году? Ну вот я хотела бы остановиться, во-первых, на том, о чем сказал президент наш Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, что повернулось государство лицом к семье. И, видимо, очень плотно повернулось. Понимают, какими будут наши дети, от этого зависит, каким будет государство. Это очень важно, это очень верно. И говорим о том, что власть должна быть чуткой. Вот я думаю, что у нас действительно в нашем городском округе власть чуткая. Мы исполняем свои обязанности не просто на бумаге, не просто приходим работать, а мы служим своему округу, своей работой, своим неравнодушным отношением к нашим детям, к родителям. И каждая вот маленькая, самая маленькая победа, она у нас в душе, в общем-то, находит отклик. Мы узнаем о том, какие... Вот одна семья, могу привести пример. Ну, семья неблагополучная, действительно. Там очень большие проблемы, очень тяжелые проблемы. Хотели этого подростка направить в спецшколу, но не направили по медицинским показаниям. Да, жалко мальчика. Мама пьющая, очень сильно пьющая. Мы ее несколько раз направляли на лечение. Она принимала медикаменты, все. Но справиться пока так и не может. Но оказывается, мама эта очень из хорошей семьи. Она играет на фортепиано. И вы знаете, мы каждый раз поворачиваемся вот лицом к вот таким людям. Ну, человек немножко потерялся, немножко оступился. Мы договорились с ней о том, что она весной ляжет на стационар и будет лечиться. Мы надеемся, что и ее мы все-таки выправим и вытащим из вот этой ямы. Нам это очень приятно. Понимаете? У нас каждый день приемный. У нас нет приемных часов. У нас нет приемного дня. Хотя на бумаге он у нас существует. Вторник с 10 до 17. Мы открыты всегда. Двери наши открыты. В любое время. Обед, не обед. Мы всегда готовы принять наших людей. И найти индивидуальный подход. Потому что просто даже люди приходят, да, Светлана Викторовна? Просто поговорить. Им хочется выплеснуть свое. Мы слушаем, выслушиваем. Ну, что же делать? Есть телефон горячей линии. Да, есть телефон горячей линии. Давайте мы его озвучим. Да, давайте мы его озвучим, Машенька. 915-378-49-91. И когда-то мне сказали, когда мы только начинали работать, я говорю, коллектив очень неплохо работает, мне сказали так, что нет, это не вам судить, как коллектив работает. Вот когда к вам будут приходить люди за советом, за помощью, вот тогда вы скажете, что наш коллектив работает. Сейчас к нам обращаются люди. У нас более 500 обращений граждан. У нас обращаются граждане на горячую линию. И мы стараемся помочь. Мы совместно со Светланой Викторовной и в субботу, и в воскресенье, да, со всеми нашими коллективами, в общем-то, на горячей линии всегда. ЕДДС сигналы поступают. Мы всегда на связи между собой. Между собой всегда на связи. Ну, хочется надеяться, что все-таки правонарушений среди подростков будет с каждым годом становиться все меньше. Неблагополучных семей у нас тоже будет меньше. И вообще детям просто незачем будет втягиваться в разные неприятные истории, потому что они будут учиться, заниматься спортом, творчеством и делать все для того, чтобы не только родители, но и округ, и страна, как сказал президент, ими гордились. Потому что, действительно, вы правильно сказали, что это наше будущее, это то лицо... Какими будут наши дети, да, будет наше государство. И какими мы воспитаем детей, такая будет наша старость. Об этом тоже надо подумать обязательно. В завершении программы хотелось бы, чтобы вы обратились к родителям, потому что, мне кажется, вам есть что им сказать сегодня. А вот я как раз обращение такое могу сделать, что воспитывайте своих детей. Воспитывайте таким образом, чтобы в старости не пришлось плакать, чтобы в старости они относились к вам, как вы к ним. Да, Светлана Викторовна? Да, вы знаете, задумывалась о ваших словах, Ольга Георгиевна, да. Потому что, ну, как бы там ни было, дети, да, ищут свои дети. Конечно. Поэтому так задумываются. А я хотела бы обратиться к родителям, как я уже говорила, умейте слушать своих детей. Да, тоже правильно. Умейте слышать и слушать. Все идет из семьи. Ребенок, он как губка, он все впитывает. Что в семье, то ребенок выдает и в школе, и на улице. Так оно и есть. Ребенок учится в дому, что видит у себя в дому. Да. Еще раз, конечно, хотелось бы напомнить. Есть такой закон у нас в Московской области, которые регламентируют нахождение детей в ночное время беззаконных представителей в общественных местах. Помните? О комендантском часе. Да, да, да. Помните, такая была реклама на телевидении, да? В 10.00, в 22.00, ваши дети дома. Вот, милые родители, уважаемые, чтобы ваши дети всегда были дома при вас. И не одни. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо большое. Нам было очень приятно. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.